здравствуйте мои дорогие подписчики решил записать это видео я думаю проблема сейчас актуальна для всех поговорим о такой непростой теме как грыжа позвоночного диска тема на самом деле достаточно актуальна и достаточно избитая очень много видео в интернете я сам являюсь подписчиком многих блогеров кто ведет эти дневники в том числе и врачей и я хочу сказать вот свое личное персональное мнение касательно этого вопроса как человеку которого есть такое заболевание во первых что вы должны понять сама грыжа она является заболеванием естественно как у любого заболевания у него есть и причины и следствия основной причиной помимо естественных травм которые получают люди в ходе аварии каких-то падений является деградация позвоночника да то есть как уже все наверное знают кто с этой проблемой сталкивался наш позвоночник является система весьма подвижной сложные между позвонками находятся специальные позвоночные диски что они из себя представляют они представляют из себя плотную ткань похожую на хрящ вот если кто-то любит делать холодцы они прекрасно знают как и как выглядят хрящи внутри находится желеобразное содержимое что происходит происходит банальная вещь два позвонка сжимаясь или наоборот растягиваясь они начинают этот фиброзный диск естественно травмировать до деформировать его появляются трещины сквозь эти трещины внутреннее содержимое она выходит наружу и так как как вот если мы допустим предположим непосредственно рядом с позвоночником вот здесь вот находится большой нерв спиной и от него идут отростки соответственно они находятся вот прям очень близко вот если кто-то делал мрт у всех разный позвоночный канал у кого-то 5 у кого-то 10 миллиметров но они все находятся очень рядом когда у вас эта вся система в порядке нервы проходят свободно да то есть они примерно вот толщиной с палец они проходят свободно ничто их не сдавливает человек не чувствует никакого дискомфорта естественно как только что-то начинает выпирать выдавливаться да то есть выпирание называется протрузия когда уже содержимое от этого диска выходит наружу наживается уже грызу она начинает сдавливать нет ну казалось бы ну что такое ну сдавливает и сдавливает но что-то внутри желе какое-то да на похоже на холодец ничего вроде бы страшного в этом нет на самом деле есть поскольку нервы очень чувствительное окончание человек испытывает сильнейшую боль сильнейшую боль и я вам скажу когда у меня произошла эта проблема я не спал практически всю ночь было ощущение как будто бьют током 220 вольт вот было очень больно то есть хочется лезть на стенку и выть соответственно в этот момент в острый период не помогает ничего никакие обезболивающие вам не помогут какими бы дозами вы их не забивали вот и соответственно в чем главная опасность главная опасность даже не в боли а в том что зачастую вот эти вот нервные окончания которые выходят они идут не просто скажем так куда-то в никуда да там они идут соответственно в органы в нашей конечности если это пояснично-крестцовый отдел это идет в ноги вдоль всей ноги идет большой седалищный нерв да если это идет шейный отдел это идут руки до голова то есть практически все необходимые конечности для нашей жизни они начинают страдать то есть помимо боли вы еще испытываете объективную физическую проблему да то есть у вас начинает либо не иметь руки потери чувствительности либо их схватывают сильнейшие судороги да вы не можете работать сидеть это это ужасно вот и самое главное в такой ситуации вам понять что как любое заболевание она ну можно сказать что неизлечимо да то есть люди которые будут вам обещать исцеление какое-то они вам будут откровенно лгать вот в этом вы должны понять и вы должны понять что как с любой травмы с любым заболеванием с ним надо научиться жить нужно к нему приспосабливаться то есть люди этим занимаются испокон веков адаптируются приспосабливаются и вы должны поменять весь свой образ жизни всю свою жизнь вы должны изменить так чтобы вы могли с этим заболеванием жить это вот как человек теряет руку или ногу или вот допустим вам удаляют какой-то зуб вы должны как бы с этим смириться и придерживаться ряд определенных правил да правила эти опять таки они уже давным давно известны на всех они сайтах видеоблогах ютубах они есть это прежде всего подвижный образ жизни потому что питание позвонка происходит во время движения то есть вы должны заниматься гимнастикой то есть не физкультурой не тяжелоатлетикой не бегом именно гимнастикой гимнастики упражнения они также везде описаны они есть все эти методики но самое главное это логическое да то есть силу физиологии вот у меня есть такая книга которую мне подарили друзья да то есть вот здесь вот прям наглядно на картинках показаны все эти особенности да то есть вы не должны находиться в каких-то неестественно для сего его позвоночника позах то есть вы не должны чрезмерно наклоняться слишком долго сидеть на каких-то жестких поверхностях да потому что мышцы которые сдавливаются вот этими поверхностями они сжимают также и ваш нет плюс в силу того что происходит вот это вот деформирование нерва да это можно сравнить с коротким замыканием проводки то есть страдает оболочка нерва страдает сам нерв и нарушается так называемая нервная проводимость вот представляете что происходит с вашей лампочкой во время короткого замыкания то есть то работает то не работает то светит ярко то вообще не светит вот и как бы то же самое происходит и с вами вот поэтому вы должны как бы максимально вот этот поврежденный участок вот деформированный участок его беречь безусловно если у вас большая грыжа и происходит они менее конечности да то есть вы чувствуете так называемый пары с и вы проконсультировали с нейрохирургом вам говорят делать операцию операцию нужно делать когда грыжа большая более там 7 миллиметров но это уже прямой путь к операции но опять таки вы должны понимать что любая операция независимо от того делали вы или не делали она вас не исцелит вы не вылечитесь поэтому вот делайте вы операцию не делайте операцию режим должен быть точно такой же одинаковый гимнастика избегание различных неестественных позиций правильная посадка да то есть правильное положение тела во время сидения ходьбы избегание каких-то наклонов подъемов тяжестей точно так же вот многие люди начинают висеть на турнике этого делать категорически нельзя потому что как я уже говорил диск деформирован неважно сжимаете вы его или растягиваете отверстие она будет тоже играть и это содержимое она будет выходить поэтому вы должны укрепить мышцы позвоночника принимать препараты определенные вот мы заниматься гимнастикой касательно препаратов я думаю вас проконсультируют врачи единственное могу сказать не доверяйте никаким биологическим добавкам вроде афлутопа там хондроитина глюкозамина все это чушь это просто высов выкидывание денег в мусорное ведро если вы будете принимать нестероидные противовоспалительные средства также будьте осторожны потому что они очень сильно влияют на желудок на печень на поджелудочную я могу сказать что за два года заболевания и принимание этих препаратов я себе заработал гастрит ну так что просто вы понимали насколько это может быть опасно а вот то есть самый безопасный естественный путь да это соблюдать питьевой режим правильно питаться не использовать там никакие пищевые добавки лишние непонятного происхождения и безусловно самое главное это гимнастика да то есть вот здесь вот показаны скажем так позиции позы которые могут вас расслаблять вот во время вашего движения но опять-таки повторюсь это все давным-давно изучено еще с 80-х годов прошлого века поэтому информации очень много разнообразный практически вся она повторяет друг друга и вы найдете на просторах интернет значит о чем бы я хотел поговорить во первых я хотел бы вам подсказать скажем так способы которые могут вам облегчить вашу жизнь да то есть во первых не стесняйтесь пользоваться ортопедией современной ортопедии она достаточно хорошо развита очень много на рынке товаров иностранного производства немецкого китайского тоже пожалуйста люди у которых скажем так недостаток средств алиэкспресс дала для вас там полно этих корсетов подушечек приспособлений все это достаточно доступно единственное конечно качество оставляет желать лучшего да то есть мы понимаем покупая товар стоимостью тысячи рублей покупая товар за 10 тысяч рублей но безусловно разница будет вот я хотел бы вам сейчас показать значит вот такие вот замечательные штуки которые я себе заказал по интернету это вот такой вот валик в принципе это массажный валик он сделан из достаточно прочного пластика и скажем так для людей у которых нет денег или возможности там посещать регулярно массажиста ну скажем так это в определенной степени с поможение по помощь какая-то да то есть что он делает он помогает вам бороться с вот этими вот мышцами с сжатыми сокращенными спазмированными которые именно причиняют вам боль да то есть болит как бы не только нерв не сам нерв а именно вот мышцы которые он нервирует то салон работает неправильно мышца сокращается неправильно и возникает так нас так называемый миофасциальный синдром когда мышца сжимается расслабиться не может и вот у человека болит он не может согнуться разогнуться как вот говорят еще в старину ступило в спину да то есть вот такие вещи они помогают вам расслабить мышцы то есть ну конечно нужно принимать специальные препараты миорелаксанты нужно пользоваться и массажем и терапии физио но вот такие вот вещи они доступны просты как ими пользоваться вот здесь вот на специально покажу вот есть такая картинка да то есть человек показывает как он использует такой валик то есть по сути дела это самый массаж то есть вы кладете валик кладете его на пол сами ложите сверху и начинаете вот массировать именно те участки которые у вас болят опять-таки повторюсь все это надо делать через боль дело в том что мышца сжата забита она сама по себе не пройдет то есть ее нужно расслабить извне сделать это можно только вот такими способами но делать нужно осторожно то есть если вот мы возьмем шкау боли 10 баллов да то есть если вы чувствуете что у вас болит на 6 на 7 делать можно если уже больше 7 нужно проконсультироваться с начать с врачом нужно быть осторожнее может быть нужно сначала подождать пока пройдет острый период попринимать препараты и потом только этим заниматься да то есть без фанатизма вот здесь вот также есть другие упражнения которые показаны вот но опять таки по сути дела это просто сам массаж то есть как бы как таковой методики нету единственным просто должны сами по ощущениям по своему вот состоянии просто вот монотонно разминать каждый день утром вечером это все делать и раздвигать и плюс гимнастика безусловно также есть вот еще вот такая вот замечательная капелька шарик гантелька даже не знаю как правильно назвать это из такого же материала сделано да то есть вот если кому-то интересно что это за бренд вот здесь вот я могу показать табличку от нее то есть это black roll сделано в германии но на самом деле такие вещи есть и на алиэкспрессе можете как бы вполне использовать аналоги ничего в этом такого нет вот капелька пользоваться достаточно удобно она функциональна вот можно делать вот такого рода упражнения разминать себя да но опять-таки должны понимать повторюсь можно и нужно делать упражнение через боль но боль не сильную то есть нельзя себя насиловать до потери сознания особенно если вы чувствуете что это вас угнетает если вам от этого хуже прекратить все должно быть естественно и обязательно консультируйтесь с врачом спрашивайте как лучше да то есть я верю в нашу медицину я верю что большинство врачей работают не только для того чтобы заработать на вас деньги много конечно и таких но часть врачей откровенно может вам помочь вот ну вот такой небольшой обзор об этой проблеме я если будут у кого-то вопросы я их соберу и может быть заняться запишу еще одно видео вот желаю всем крепкого здоровья берегите себя будьте осторожны всем пока